Салют тебе, мой любознательный пирожок! Ты попал на видео, в котором узнаешь, насколько же деградировало игровое сообщество и какой бесполезный хлам оно искало в гугле в 2020 году. О топе запросов на ютуб у нас есть отдельный ролик, он будет по подсказке вот тут вот справа, либо же ты можешь найти его в описании. А сейчас давайте приступим к подведению итогов. Весь прошлый год человечество сидело дома и им настолько не хватало интриг и скандалов, что они сами себе их и создавали. Among Us, первое место в топе запросов гугла. Несколько лет этот хлам лежал в интернете и никому не был нужным, но однажды кто-то из западных стримеров решил обратить на него свое внимание и случайно открыл ящик Пандоры. И началось! Огромным плюсом для популярности этой игры стала ее кроссплатформенность и возможность играть как с ПК, так и с телефона. Простая как двери, но расхайпленная изометрическая мафия разлетелась за считанные месяцы по миллионам игроков, но игра как быстро взлетела, так быстро и исчезла с горизонта. Как и ее собрать по деградации, Fall Guys. Феномен этой игры мне совершенно непонятен, но видно прошлый год был годом упоротых фасолин, ведь первые два места уверенно забирают именно они, Among Us и Fall Guys. Еще в августе 2020 года онлайн в игре был настолько велик, что сервера просто не выдерживали и падали. Икабы онлайн был больше двухсот тысяч игроков одновременно, но сейчас в ней какие-то жалкие десять тысяч человек на пике и находится она почти на дне топ 100 игр стима по онлайну. Ни спасли игру, ни сезоны с различными тематическими скинами, ни новые режимы. Зато вот читеры уверенно забили последний гвоздь в крышку гроба падших мужиков. Ф в комментариях, а мы продолжаем. Третье место. Valorant. Вот это кстати для меня немножко неожиданно, хотя вполне очевидно. Свеженькая игра от создателей Лиги Легенд, попытавшейся одновременно в Overwatch и Counter Strike. И забавно, на территории СНГ она почти не взлетела, в то время как мировая общественность довольно таки лояльна и тепло приняла детище риотов. Внушительные призовые на турнирах помогли ей собрать аудиторию киберкатлет. Так что вы можете не любить Valorant, хейтить его, но статистика говорит обратно. Данная игра явно нашла своего игрока, несмотря на тона насмешек и преждевременные похороны ей явно не грозят. Четвертое место. Genshin Impact. Это всего лишь одна из многих гринделок азиатского игропрома, которая прорвалась на мировой рынок и взорвала его нафиг. Хайпом данная игра обязана нескольким её особенностям. Первое. Милые анимешные девочки. Второе. Если кого-то спросить, как бы ты описал геншин, то он всегда начнёт свой рассказ фразой, ну это как бы Зельда. И именно благодаря графическому стилю игры многие обратили на неё внимание, а не благодаря игровым механикам и взаимодействию персонажей друг с другом. Лольки и Зельда. Всё по ГОСТу. А что ещё нужно за дротом? Ну, как я уже и говорил, существует множество подобных качей игр, но почему-то именно геншин смогла поймать немного популярности и кошельков игроков. Ведь кто не знал или пока ещё не осознаёт? Основная игровая механика подобных игр это лудбоксы. Пятое место запроса в мире занимает игра года. Жёванный крот этого The Last of Us 2. Ничего против неё не имею. Игра как игра. В каких-то моментах она даже лучше первой части, но отобрать у Дума награду за лучший саундтрек это непростительно. Эксклюзив для Плейстейшн про сильных и независимых женщин и пропаганда гольфа видимо очень интересовали игроков в прошлом году. Хотя возможно даже не столько сама игра, сколько скандала вокруг неё. Вот такая вот пятёрка лидеров у гугла. Далее идёт Ghost of Tsushima, моя влажная мечта о надеждах на перенос игры с консолей на ПК. Ghost of Dush Nila, навечно в моём сердечке. Далее какие-то извращенцы искали FIFA 21. Далее Animal Crossing. Уважение за коллаб с Doomguyем. Любители батл рояля упорно искали Warzone и плакали видеть его размеры. Хотя держу в курсе. Разработчики дали возможность качать отдельно Warzone и он весит где-то 80 гигабайт, но не 200 как раньше. Замыкая десятку запросов какой-то жалкий плагиат Нортмонгол, Драгон Квест Волк. Но там чисто буряты интересовались, видимо ибо у нас эта приложуха не работает. Вот так вот прошел примерно 2020 год у геймеров. Старался максимально кратко и интересно подать инфу. А смог или нет, это уже решите лайком под видео. И напоминаю, у нас есть ещё видео по топам запроса ютуба. Пиши какие игры лично тебе запомнились в прошлом году и где ты пропадал сутками. У меня это был Doom Eternal и Apex. На этом пока что всё. Ставьте или не ставьте лайки, подписывайтесь или не подписывайтесь на канал, теребите или не теребите бугенчик под видео. Иииииииииииии все. Я устал и я муха жук, удачи и пока!